Добрый вечер Вас приветствует игра Кто хочет стать миллионером Когда смотришь на актеров Которые никогда в жизни не стояли на коньках А к концу проекта Ледниковый период Оказывали буквально олимпийские рекорды Понимаешь, нет ничего Невозможно Давайте узнаем, так ли это Встречайте, участники проекта Ледниковый период Актер Вадим Колганов и актриса Валерия Ланская Здравствуйте Прошу вас, дорогие друзья Всем помогу Полные молодого Задора, оптимизма, азарта Полностью готовые встретить Приратности судьбы Люди у нас в студии Единственная незадача Деньги им нужны А ничего не знают Хотят деньги, а ничего не знают Ага, мы сейчас проверим Для этой цели у нас есть 15 вопросов Единственное, что можно сказать Что 15 вопрос вам может принести 3 миллиона рублей А вот пятый и десятый Вопросы Могут принести вам Первую несгораемую сумму 5 тысяч И вторую 100 тысяч Рублей Ну и конечно у вас Помощь Подсказки имеются Вот например Есть звонок другу У вас есть Помощь зала Ну и конечно Есть у вас 50 на 50 Для господина Колганова И для госпожи Ланской Начинается нервотрепка Под названием Кто хочет стать миллионером Первый вопрос 500 рублей Как называется Юбка балерины Качка Пачка Тачка Крачка Мне кажется, что Вариант Б Это Б Пачка Правильно Это верно 500 рублей Валерия выигрывает В труднейшем Но блистательном Интеллектуальном поединке Второй вопрос Ты еще А можно забрать деньги? Нет Столько денег вы не унесете В честь какой птицы Получил прозвище Капитан пиратов Карибского моря Попугай Малиновка Воробей Дятел Ну это понятно Воробей Конечно же воробей Джон Дятел Это хорошо Воробей Говорит Вадим Выигрывает 1000 рублей Джонни Депп его играл Третий вопрос 2000 рублей Лист какого дерева Украшает канадский флаг Береза Осина Бук Клен Вариант Д Клен Денежки Товарищи ваши Делайте с ними что хотите Но их может быть гораздо больше Именно 3000 рублей При верном ответе на четвертый вопрос На каком музыкальном инструменте играл Незнайка Балалайка Гитара Барабан Труба Ну ты как думаешь Я думаю да Все таки на трубе Да Что доверимся 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 И вы говорите Труба Д Ответ принят Вот видите какая вещь Вот Лера она Такая робкая Ааа 3000 Это зарабатывает Молодец Не все потеряно Лера и Вадим подходят к пятому пункту Который может принести Им 5000 рублей Это первая несгораемая сумма Ее вы уже не потеряете 5000 Какое прозвище носил король Франции Людовик 14 Король солнца Король луна Король звезда Король радуга Звезда Это теперь любят так королей называть По моему да Раньше не называли Король луна Король звезда в шоке Да Нет мне кажется король солнца Ты уверен в этом? Я не уверен мне кажется Мне кажется что я не уверен Давай мы скажем Король луна мне кажется королева луна Король солнца хотя бы И Ответ А Король солнца Ответ принят Этот Людовик правил 1638-1715 годах И назывался король солнца Представляешь какие вопросы дальше буду задавать? Я боюсь себе представить Уважаемые телезрители Вы также можете принять участие в нашей игре Сидя у экранов своих телевизоров И выиграть 5000 рублей Для этого вам нужно отправить слово Игра на короткий номер 7069 И правильно ответить на 5 вопросов Самый эрудированный телезритель Который быстрее всех правильно ответит на все вопросы игры Получит 5000 рублей Шестой вопрос 10 тысяч рублей Какие танцы прославили композитора Иоганна Штрауса сына? Минуэты? Полунезы? Вальсы? Польки? Вот специально написали, наверное, Штрауса сына Я отца-то плохо знал Мне кажется, или вальсы, или польки А я думал про полунезы Ну, хотя Ты вот именно вальсы Штрауса, да? Вот вспоминаешь Может, нас запутывают специально так? Ну, если он сын То вряд ли он писал И был известным своими медленными всякими минуэтами полунезами Да? Ну, мне так кажется Но я не уверена Тут, конечно, следовало бы по логике Попросить наших гостей станцевать вальсы Прямо здесь и сейчас И мы бы сразу поняли Что больше пахнет Веной Станцуем? Ну, музычку-то надо поменять Ну-ка, ну-ка, ну-ка Музычку-то придется поменять Лев, вся надежда на тебя Только вы напивайте себе Поехали Ты знаешь, я разучился без коньков-то, оказывается Дамы и господа, такого здесь не было Такая изумительная способность импровизировать Отличает только очень тонких людей Творческих людей Вы знаете, мы по привычке смотрим Мы смотрим сразу, где 6-0, 6-0 Да-да-да, конечно Вот здесь 6-0, понятно И из всего пройденного Что вы вынесли? Ответ С Вальсы Подожди, может быть, подсказка? И? Потому что вальс это все-таки старшего Штрауса А сына? Да? Ты понимаешь, какое дело, Лера И сын Он тоже когда-нибудь же стал отцом, правильно? Мне кажется, нас просто хотят запутать таким образом А? Уважаемые организаторы В ответ тишина, я так и думаю Но ты уверен, что вальсы? Да, я уверен, что вальсы Ответ принят Надо сказать, что мы вас вовсе не путаем Действительно, Иоганн Штраус Штраус, отец, имеется Имеется, конечно Но он писал что угодно, но только не вальсы Потому что тогда вальсов-то, собственно, и не было А был такой народный танец Австрийский лендлер А вот тот Иоганн Штраус, которого мы знаем Который и в Петербурге даже был И вошел в историю Как основатель вальса Так это просто сын Он король вальса Поэтому вы совершенно точно определили, что это вальс И не только определили, но еще и показали нам, что это такое С наивысшей грацией Получается, что 10 тысяч ваш Соберись Седьмой вопрос 15 тысяч Кто нес флаг сборной России На открытии Олимпиады в Пекине Алина Кабаева Динара Сафина Андрей Кириленко Андрей Сильнов Не Сафина точно По-моему, не Андрей Сильнов Андрей Сильнов, он у нас Спортсмен или... Я могу только вам ответить Какие у вас подсказки Это звонок другу Это помощь зала И это право убрать два неверных варианта Андрей Кириленко Никобаева Никобаева точно, да Андрей Кириленко, мне кажется, он высокий Его издалека видно И он такой представительный А Сильнов коротышка, да? Нет, ну... Мне кажется, Андрей-то повыше будет Я имею в виду Кириленко Вот что теперь будем делать? Мы будем звонить, убирать Или будем давать ответ на свой страх и риск? Ну, может быть, будем убирать? Или как? Давай будем... Хотя убирать такая прям хорошая вещь Сейчас, подожди Здесь можно взять помощь зала Хотя... Да, давай Как считаешь? Давай Ну, потихонечку начнем пользоваться подсказками Ты понимаешь? Самое-то важное, что вопросы-то потяжелее будут выше Понимаешь? И там подсказки нужнее Еще останется две подсказки Еще останется две? Угу Ой, Лерка, ты расточительная Если вы встречаетесь с затруднениями Что толку копить подсказки? Да, в общем, да Но у тебя же есть затруднения? Они же могут не пригодиться Или потому, что вы не знаете ответ на вопрос Я не уверен, да Вот и я не уверен Ну, значит, берем помощь зала, да? Или 50 на 50? 50 на 50 успеем Да? Хорошо, тогда помощь зала Зал-то наверняка помнит трансляцию Они же все смотрели, конечно Да, давай зал Дорогие друзья Дорогие друзья Вооружите, пожалуйста, пультиками И давайте поможем нашим блистательным конкурсантам Выиграть все-таки пуговицы на новые сценические костюмы Пожалуйста, да Ну Ну все Кириленко с колоссальным отрывом 74% вырывается вперед С флагом сборной России Значит, Кириленко Публика бывает, что и ошибется Мне кажется, что все-таки Андрей Кириленко, раз мы совпали с публикой Я не думаю, что я повлиял на их мнение Мне кажется, они все-таки действительно смотрели Очень внимательно Открытие и закрытие Я только закрытие И, значит, ответ Андрей Кириленко Ответ принят С Кириленко Кабаева художественная гимнастика Сафина теннис Мы все это знаем А вот Кириленко Баскетбол Вот это, наверное, и заставило Олимпийский комитет России Видимо, по логике Вадима Статному и сильному Кириленко Вручить такой тяжелый флаг Как флаг самой большой страны на свете Какой является Россия Вы правы! Это да! Спасибо! Спасибо! Восьмой вопрос 25 тысяч рублей Сколько бит в байте? Восемь Десять Двенадцать Двадцать Четыре Вы не компьютерщики? Нет По нам не видно Был бы конек Я бы Крутанул Он бы указал Понимаешь, мы так играли? Угу Так, сколько бит в байте? Это была бутылочка, а не конек Сейчас Двенадцати бит Двадцати четырех битные Десяти битные Восьми битные Двадцать четыре, по-моему Так Вот видишь, когда Или двенадцать Или двенадцать Двадцать четыре, мне кажется, все-таки Сколько бит в байте? Значит, байт это больше, чем бит Правильно? Угу Уже хорошо Так Двадцать четыре, по-моему Восьмой бит Ну вот раз вы не знаете Здесь ведь есть Все приспособления Для Для поправ Вот казалось бы, перед нами Компьютер, да? Вот что? Может быть, сейчас Позвонить самое время По старому доброму телефону Боксер с компьютером Нет, нет, нет Ну или вот этот Та самый компьютер Попросить убрать Два неверных варианта Сейчас просто надо подумать И ответить Видишь, как вот Подсказку мы сейчас с тобой потратили В зале не сидят хакеры Это видно сразу же Нет, она бы нам пригодилась же Мы же рассчитываем все-таки Еще на несколько Хотя бы вопросов ответить Сейчас я подумаю Я все-таки с компьютером Восемь Вариант А, восемь Ответ принят А почему ты так считаешь? Дважды Два Чичили Умножить на два Восемь Вот это основа всего Компьютерного Цифрового Здания Все на свете В компьютере Делится на восемь Вадим прав Молодец Вам спасибо С возвращением в студию игры Кто хочет стать миллионером Здесь у нас Лера Ланская И Вадим Колганов Показывают Очень хорошую Игру Правда Потеряли подсказку Помощь зала Но зато Две подсказки Звонок другу И 50 на 50 Сохранили И подходят К 50 Тысячам Рублей Девятый вопрос Какая трава Самая высокая В мире Бамбук Банан Баньян Гинго Гинго Я даже не знаю Как баньян выглядит Мне кажется Что самую высокую траву Не назвали бы Гинго Выговаривать сложно Бамбук Достаточно высоко Не ну банан Это банановые пальмы Правильно Это не может быть травой Все таки Зачем я все время Спрашиваю ведущего Он не может нам ответить Конечно Я только могу сказать Что мы когда говорим О траве Мы обычно вспоминаем Нашу среднюю полосу Трава по пояс И это самая высокая трава Даже в песню попала Ну честно говоря Просто когда не знаешь Что такое баньян Гинго 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 Она не на слуху Поэтому я и думаю Что если бы Это действительно Было самым самым Ну это риск вообще-то Конечно Вы должны рисковать Ну что Подсказочку Подсказочку Да нет Ну мне кажется Что это Ну бамбук И банан Это все что мы знаем с тобой Остальное мы просто Не выращивали Ни разу 50 на 50 Естественно 50 на 50 Знаешь как получится Уберут банан И баньян И будешь думать Бамбук Или гинго Звонить другу Представляешь Сейчас наберешь И напугаем Потеряем друзей Даже не знаю Что делать Лера А если мы еще раз Станцуем вальс Уже с бананом И гинго в руках Ну мы можем Как-то да Вот что угодно Готовы сделать Даже станцевать вальс С бананом Только бы не рисковать Да нет Принимайте на себя Смелость И рискуйте 50 на 50 Или просто скажем банан И получим банан И уйдем Нет ну если так Логически подумать Если уж банан Причислили к траве Да нет То мне кажется Что банан выше бамбука Да нет Банан не может Мне кажется Все таки бамбук Банан Ну Банан это фрукт Растущий на пальме Ну естественно А все что называется фруктом Это все таки на дереве Или я ошибаюсь Все таки на дереве Фрукты растут Поэтому это уже не трава Хотя сам банан По вкусу Где-то напоминает Но банан не выше бамбука Правильно? А бамбук трава? Еще какая? И вы говорите 50 на 50 Наши игроки берут подсказку Уберите пожалуйста Два неверных варианта Это бамбук или гинг-го Это как говорили Что она так и хочет Еще одно Банан таки трава Таки трава? Таки трава Это наверное бамбук все таки Да Окончательный ответ Ну Я считаю гинг-го Ты считаешь бамбук Ладно Если я не отгадаю Ты будешь называть меня бамбук Хорошо А если ты не отгадаешь Ну окей Хорошо Бамбук И вы говорите Вадим Точка принятия решения Отвечайте за двоих Бамбук Ответ принят Почему вы не послушали Леру Не знаю Мужская фанаберия Да А если он прав То Вы должны были слушать Женщину А поступать по своему Потому что Баньян и кинг-го Не травы А деревья Здесь хитрость Понимаешь Да Вот это самое Я чувствовал что это дерево Вот чувствовал и все Значит как мы Леру будем называть Вот банан 15 метров Это трава Но она бывает что 15 метров А бамбук В целом она конечно не 15 В целом бананы Ну меньше Потому что тогда ведь их не сорвешь Ну да Правильно А вот бамбук достигает 40 метров Правильный ответ бамбук Ой Мне кажется здесь худишь Быстрее чем на леднику Десятый вопрос На 100 тысяч рублей Звучит таким образом Как называется Московская площадь На которой стоит памятник Юрию Долгорукому Наверняка проезжали много раз А. Московская площадь Б. Тверская площадь С. Площадь Долгорукова Д. Площадь Моссовета И вот есть подсказка Не Московская точно Не Московская точно Или Тверская Или Долгорукова Ну это я так понимаю На Тверской же все таки На Тверской Есть подсказка Звонок другу Есть подсказка Звонок другу Рядом с этим Домом книги Московская площадь Почему может быть Московская Ну ладно Сомневаюсь Ну Площадь Долгорукова Как-то так Слишком прямолинейно Хотя Ну я слышала Есть да Я просто не москвич Простите Говорю сразу Можете не извиняться Большинство москвичей Не ответили бы на этот вопрос тоже Правда? Тверская площадь Мне стало значительно легче Тогда Название Тверская площадь Я тоже никогда в жизни не слышала Площадь Долгорукова слышала Лена вы москвичка? Да Ну что же вы не знаете Собственный город? Что же вы москвичи Не можете сказать сходу И заработать Я вот рассуждаю сейчас логически Давай рассуждать вместе Ладно Чтобы тебя не волновало Московская площадь Тоже как-то Мне кажется Площадь Моссовета Это должно быть возле Моссовета Или нет? Или это я рассуждаю как актер На Мояковке Моссовет Но это тоже я не слышала Такого называли Площадь Моссовета Действительно Там площадь Мояковского Да Это звоните же А что же тогда? Ну потеряете Гораздо больше Если Ну честно говоря да Ну кому позвоним? Алене? Твощей долгой рукой Коренной Москвичке Прям хочешь потратить Последнюю подсказку? Ну Дмитрий прав Потому что мы потеряем Гораздо больше Так у нас хотя бы Будет еще одна Незгораемая сумма Да Понимаешь? Ну давай Мне кажется Что долгой рукой Мне так кажется Хоть это и слишком Прямолинейно Кому мы звоним? Мы звоним Подруге моей жены Или только другу можно? Нет-нет Подруге тоже У моей жены нет друзей Слава Откуда ты знаешь? Как зовут такую подругу? Алена Алена Мы звоним Алене А чем Она заслужила Ваш выбор? Почему Алене? Ну во-первых Она родилась в Москве Во-вторых Она подруга моей жены В-третьих У нее хорошее чувство юмора В-четвертых Она актриса В-пятых Красивая женщина Все перечислено И никаким образом Не имеет отношения К тому как называется Площадь и стоит долгой рукой Алло Алена Да Здравствуйте Здравствуйте Пожалуйста Представьте представиться Дмитрий Дебров Программа Кто хочет стать миллионером Очень приятно Ваш друг Вадим Колганов Вместе со своим соратником По конькам Валерий Лонской Попал В 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 Боже мой Чудовищная ответственность Дамы и господа У вас 30 секунд Время пошло Алёна Как называется Московская площадь На которой стоит Памятник Юрию Долгорукому Московская площадь Тверска Дальше слушай Тверская площадь Площадь Долгорукова Площадь Моссовета 11 секунд 10 секунд 9 Напротив Московского совета Стоит памятник Юрия Долгорукова На улице На Тверской улице Но я думаю Что это Точно Вот потому что Она красавица Это Алёна И актриса Просто ясно сказать Как называется площадь Она не могла Она вспоминала В этот момент Конечно не хватило Каких-то секунд Площадь Московского совета Нет На Тверской Все-таки стоит Но напротив Московского совета Давай Ну я не слышала Что эта площадь Называлась Площадь Моссовета Я не знаю Я может быть Конечно не москвич Но я слышал Про Тверскую площадь Мне кажется Это она Московская площадь Может быть Где угодно Понимаешь Нет Московская нет Она может быть В Киеве Тверская Я тоже не слышала Тверская площадь Мне кажется Тверская Площадь Долгорукого Мы всегда ее так называем Площадь Долгорукого Потому что там памятник Площадь Московского совета Если бы она не сказала Что там стоит Вот этот вот Что она напротив Московского совета Может быть Действительно Площадь Московского совета Давай так Можно взять 50 тысяч рублей Если вы сейчас дадите Неправильный ответ Вы потеряете 45 тысяч рублей У вас больше нет Подсказок Рисковать-то Конечно можно Но вы рискуете 45 тысячами рублей Мы предлагаем Рискнуть Все-таки Да И Б Тверская площадь Тверская площадь Ну да А почему не Московета А почему не Московский Не Долгорук Он же там стоит Долгорукого Слишком прямо Нет Точно нет А ты не будешь меня ругать Нет Тебя ругать Да Ты за что Ты же не москвич Так вот уже В дружном было Коллективе Возник разлом Нет Еще не возник Нет Итак Он возникнет Когда будем делить 5 тысяч В общем Это Тверская площадь Ответ принят В один голос На наш Раньше Эта площадь Называлась Советская Площадь Моссовета В Москве Не существует И никогда Ее там и не было Московская Вадим Вадим Более чем Прамбов Может быть Делугу Одна Что ж В Москве Это иметь Московскую Площадь Правда Это Тверская Площадь Поздравляю Поздравляю вас Спасибо Ну а сейчас Практически Не на кого Надеяться Одиннадцатый вопрос 200 тысяч рублей Трясешься Не волнуйся С какой С какой Части клетки Начинается Ее деление Оболочка Ядро Вакуоль Цитоплазма Логически Как сначала Появляется Нет Говорят Делится Ядро Да Но оно же Состоит А ядро Это все остальное Цитоплазма Оболочка Понятно Мне кажется Это последнее Что отделяется Наверное Ты права Цитоплазма Это все Что между ядром Да А вакуоль Это Примерно Там же Цитоплазма Звучит Как вуаль Вот елки Ну ну Сейчас Дайте немножечко Подумать Что с ядра Все начинается Все начинается С ядра Мне так кажется Но это как-то Вот первое Что приходит в голову Это самое простое Обычно На такие суммы Уже какие-то Вот такие вопросы Появляются Да Потому что Просто это единственное слово Которое не вызывает вопрос А то что такое Вакуолит Ну да А ядро просто Ясное точное слово Вот поэтому может быть Хотя Впрочем Думайте сами Ядро Оно меньше Вот оно И название меньше Цитоплазма Чуть больше Вакуолит Мне кажется Вот что-то между Хотя Я просто сейчас Тяну время Вдруг у меня всплывет Что-то Понимаете В памяти Откуда же оно Оттуда всплывет Ежели его там нет А вдруг Вдруг я-то считал Что нет А оно Помните Как с битым Точно не цитоплазма И точно не оболочка Значит или ядро Ну не оболочка точно Согласен Или вот этот Вакуоль Цитоплазма Тоже Наверное Она заполняет То что отделилось Потом Давай ядро Давай я разок Тебя послушаю Все-таки Итак вы говорите Ядро Ядро Кончательный ответ Ядро Да Ответ принят Вакуоль Полость Внутри клетки Что ж такое-то Полость Все-таки Там есть Ну хорошо Значит с нее Не может Начинаться Плазма Внутреннее вещество Да Это мы сообразили Вспомнили Оболочка Это Не может начаться Деление Да Остается оболочка Ядро Ядро Громосомы Ведь они же начинаются Ну конечно Здесь Нету варианта Ядро Ядри Ядри Вы выиграли Рискнул Вы выиграли Помните 400 тысяч рублей Без единой подсказки Вадиму и Лере Может понести верный ответ На 12 вопрос Вот как он звучит Какой раздел математики Стал названием альбома группы Ночные снайперы Арифметика Алгебра Геометрия Тригонометрия Как называется альбом Тоже мне Зачем же вы бросились В математику Уважаемые музыканты На моем Тригонометрия Надо сказать Что вы можете Взять 200 тысяч рублей Чтобы сохранить Эту сумму Жадность Знаете ли вы Губит Эммиатемени Некоторых Некоторых губит Обычно слушаешь Когда радио Иногда Проскакивает Ну вот ездишь в машину Кучаешь Не арифметика точно Почему? Ну не знаю Может быть арифметика Самые работают азы С чего все начинается Тригонометрия По-моему музыкальней Геометрия Тоже может быть Алгебра Вполне возможно Мне кажется Мне кажется Не тригонометрия И не алгебра У меня ощущение Что я слышал Тригонометрия Из альбома Тригонометрия Мне такое ощущение Было Арифметика Нет Вот из альбома Арифметика Я точно ничего не слышал Как бы словосочетание Понимаешь Я вот таким образом Запоминаю иногда вещи Из альбома Арифметика Из альбома Чем же плохо Это 200 тысяч Нет Хороши Ну как-то Рискуем Рискуем Давай геометрию Давайте Ну я за Геометрию Я за риск Давай Ну хочешь геометрию Измерение земли Я опять буду виновата Если что А ты же до этого Не была виновата Тригонометрия Ваш ответ Геометрия Наш ответ 200 тысяч Один из этих четырех Все так и рискуете Тригонометрия Геометрия Что Геометрия Что вас останавливает На то чтобы взять 200 тысяч Чуете Вот странные люди Вы ведь не знаете Этого альбома Да вряд ли вы Диану Арбенину Слушаете каждый день Вот Вадик Может иногда и слышит Так только по радио Как залетит к нему в машину Что же вы 200 тысяч То не берете Нет Вот они 400 Хотят Вы жаденые Итак давайте ответ Если хотите рисковать Давайте быстро Ну что 200 тысяч рублей Говорите 200 тысяч И ответ принят Ладно Тригонометрия Да Ответ принят Вы видите что я веду себя Сношенной дефицей Да абсолютно Как по вашему Что вы сейчас делаете Проиграли или выиграли Нам бы хотелось Чтобы выиграли Конечно Смотри Смотри на него Такими глазами Прошу тебя Смотри Вы выиграли А Garthiv Поняла Слушай радио в машине И мы возвращаемся К игре Кто хочет стать миллионером Тринадцатый вопрос Этот вопрос может принести вам почти миллион рублей А может унести Кто из мушкетеров в романе Александра Дюма Жил на улице Старой Голубянни? Атос Портос Арамис Д'Артаньян Настало время подумать И кончилось время человеколюбия Да Когда в деле такие деньги, увы, гуманность отступает Жил на улице Старой Голубянни, господи Жена же не пустит домой Пустит Нет, не пустит С такими деньгами вас кто угодно куда угодно пустит И вы говорите Спасибо, Лера Ну И вы говорите Я за Арамиса Ты за Арамиса? Подождите, подождите Пусть она будет Это мы советуемся Кто из мушкетеров в романе становится Никакой логики здесь нет На 800 тысяч и беден Надо про что знать Наугад Или не знаю Только на удачу До сих пор она была на вашей стороне Но Боярский там не жил, да? Все-таки ты считаешь? Нет Боярский не жил Все-таки на улице Старой Голубятни Вот это мы знаем точно Вариант Внимание Или деньги Ну все равно надо что-то выдавать Все равно надо что-то говорить Поехали Деньги А? Вот так вот? Да Почему ты так решил? Потому что я не знаю Я тоже не знаю Ну и рискуем Рискуем? Или деньги Или рискуем Ну значит 800 тысяч рублей Не, у нас пока 400 Понимаете? Если забираем То забираем 400 Правильно? Потому что 800 Да, но 800-то впереди Да, потом начнется Миллион с половиной И потом три И конца и края этому не будет Будет Поехали Рискуйте, ну Арамис Арамис Азиатпинет Арамис, дорогой Пожалуйста, живи на старые Голубятни Да И никуда не переезжай Мы просим тебя Лер Ну что? Ну ничего Не смотри на меня так Это был Портос Атос жил на улице Ферруда Артаньян на улице Магильщика Арамис Вот на улице Вожера Портос Вот старые Голубят Действительно аппетитное Очень название Понимаешь? Вот с Портосом Действительно Ну ладно Сто тысяч рублей Получают Ребята Спасибо вам И опять же Спасибо Спасибо Прошу вас Мы сэкономили каналу деньги Да С нетерпением ждем Спасибо вам Спасибо Вашего нового Сценического образования Была прекрасная игра Всего доброго Спасибо вам большое До свидания Всего доброго Выпуска Миллионера Встречайте Александр Жулин Вот сейчас Знаменитый Жулин Не только прославленный фигурист Но и наставник Тренер Покажет этим молодым Дарьяным Как надо побеждать Волнуетесь? Да Между прочим Это авторитет педагога Если проиграете сейчас То Никто вам больше не поверит Вашим урокам Я пошел Нет Это не по-жулински Сейчас мы посмотрим Что будет Впереди Александр У вас 15 вопросов Они должны Или могут Принести вам 3 миллиона рублей Из этих вопросов Я бы Зоточил ваше внимание На пятом И на десятом Эти вопросы При верном ответе на них Могут принести вам 5 тысяч рублей Это первая Незгораемая сумма И 100 тысяч рублей Это вторая Незгораемая сумма Ну и 15 вопрос Естественно 3 миллиона У вас на этом пути Есть 3 подсказки Это звонок другу Это Помощь зала И 50 на 50 Можно убрать Два неверных варианта Для Александра Жулина Начинается игра Кто хочет стать Миллионером? Первый вопрос Должен принести Александру 500 рублей Кто в русской сказке Снес золотое яичко Курочка-ряба Серая шейка Царевна-лебедь Сивка-бурка Курочка-ряба Это конечно Курочка-ряба 500 рублей ваши Второй вопрос Удваивает этот выигрыш Каким музыкальным инструментом Относится К ларнет? К духовым? К ударным? К струнным? К слесарным инструментам Ответ А К духовным Это опять ответ А 1000 рублей Третий вопрос 2000 рублей Что покупают Играя в монополию Автомобили Мебель Садовые участки Дома Ответ Д Дома Дома покупают Монополии Это правильно Александр Мы идем на 3000 рублей Четвертый вопрос Что в Древней Руси Собирали Бортники Началось Ягоды Грибы Мед Сплетни Они там собирали Ходили по Древней Руси Бортники В Древней Руси Вот это да Подсказку берем? Ну давайте Да Давайте тогда помощь зала возьмем Давайте попросим в зал Кто Жил в Древней Руси Помнит Обстоятельства жизни Помочь Александру Ну мед 83% Ну поверим Залу Мед Мед говорит Александр И конечно Выигрывает 3000 АПЛОДИСМЕНТЫ И вы подходите К пятому вопросу К первой несгораемой сумме В 5000 рублей Какую группу крови Имеет универсальный донор Чья кровь подходит Всем Первую Вторую Третью Четвертую Ну логически Первую наверное Первая несгораемая сумма Ваша Вот теперь серьезный вопрос Шестой вопрос 10 тысяч рублей Кто командовал Ордой Которую разбил На Куликовом поле Князь Дмитрий Донской Тахтамыш Чингисхан Батый Мамай Куликовская битва Если не ошибаюсь 1380 Не ошибаешься По логике Подсказывает Что Мамай Но доказать не могу Звоним Ну сейчас Куликова битва Куликовская битва Да Вела Куликовская битва Два богатыря еще дрались Между собой Ну что тут Мамай За нашу сборную выступали Ослябия Пересвет За сборную противнику Челубей Челубей А кто был генеральницем Катарем Недружесной партии Ну давайте звонить будем Кому Звонить будем Отцу позвоню Отцу Да Как его зовут Вячеслав Александрович Очень приятно Итак мы звоним Вячеславу Александровичу Все таки Пригодились отцовые уроки Не знаю еще Пригодились Ну а как Конечно же он сейчас Что скажет Вячеслав Александрович Да Здравствуйте Здравствуйте Это вот Дмитрий Дебров Программа Кто хочет стать миллионером Очень приятно Очень приятно Вот напротив меня Ваш прославленный сын Да Который успехов достиг В жизни немалых А школьную программу В общем так и не перечитал Помогите ему пожалуйста Позор Итак господа у вас 30 секунд Время пошло Давайте Пап Кто командовал Ордой Которую разбил На Куликовом поле Князь Дмитрий Донской Тахтамыш Чингисхан Батый Или Мамай Мамай Точно Мой ответ Мамай Кто говорит Мама Мамай Говорит Нет Я говорю Мой ответ Мамай А твой ответ Мамай Ну и мой Мамай А мама что говорит 4 секунды Мама Мама нет Мама она на кухне Мама на кухне Ну что будем говорить Ну наверное Раз я подумал Мамай И папа думает Мамай Да но мама была на кухне Мама была на кухне Там неавторизованный вариант Да Да Что делать Ну давайте ладно Мамай Мамай Да Ответ Д Мамай И это правильно Итак Продолжаем игру Уважаемые телезрители Вы также можете принять участие в нашей игре Сидя у экранов своих телевизоров И выиграть 5000 рублей Для этого вам нужно отправить слово игра На короткий номер 7069 И правильно ответить на 5 вопросов Самый эрудированный телезритель Который быстрее всех Правильно ответит на все вопросы игры Получит 5000 рублей Ну что же Впереди 15000 рублей Седьмой вопрос Какие животные Согласно Илиаде Содержались в стойлах царя Авгия Который очистил Герак Вот это вопрос Я понимаю Быки Овцы Лошади Единороги Насколько я помню Были Авгиевы конюшни Это правда? Ну конюшни предполагают Наличие лошадей Хотя Что-то меня так смотрят Дима Вы меня пугаете Ну Авгия Конюшни Здесь так страшно Отвечать Потому что Вроде логика Подсказывают Кони Ну есть Подсказка 50 на 50 До сих пор Подсказки работают Сейчас будет Быки и лошади Что я буду делать А как бы вы хотели Я бы хотел лошади Это же не программа О том Как кто богатеет Это программа О том Как кто мучается Ну давайте Два неправильных Уберите пожалуйста Два неправильных Вариантов Это быки Или лошади О чем вы сейчас Думаете О стойлах Вот у них там стоило Я тупил прямо На глазах Знаете Ну ты просто Стоило Быки Ответ меня Чего не лошади Саша Чего не лошади Не знаю Быки наверное Но я знаю Несмотря на устоявшееся Словосочетание Авгиевы конюшни В стойлах Содержались Быки Подаренные Авгию Отцом 3000 белых Как снег 2000 красных Как рог И еще один Сверкавший Как свет звезды В какой стране Хранится международный Эталон Килограмма Америка Франция Япония Великобритания Ну можно взять Конечно 15 тысяч рублей Которые вы выиграли До сих пор Но вряд ли Вы станете это делать Очевидно Вы будете рисковать Потому что Ну знать Вы этого не можете Не продавец же вы Правильно Нет Знать не могу Килограммовые гирьки Ж не ваша область Только могу Догадываться Просто угадывать Посмотрим Фортуна Которая до сих пор Была на стороне Александра Жульна Снимли в эту секунду Франция Ответ принят Франция В Международном бюро Меры весов В городе Север Находится Международный талон Килограмма Метрическая система Началась Именно во Франции Артура 50 тысяч рублей Могут быть Присвоены вами При верном ответе Вот на какой Девятый Вопрос Какой косточки Нет в вашем ухе Наковальни Молоточка Стремечка Уздечки Именно в моем ухе А вы анатомически Отличны От большинства Землян У вас ухо Совсеменово Какой косточки Нет в вашем ухе Ее нет Подсказок нет Подсказок нет Косточки нет Нет ничего Наковальни Это точно нет В моей ухе Ответ А А Наковальни Ответ принят Александр Да У вас есть все эти Я вас обрадую У вас все на месте Пациент Вы будете жить счастливо Наковальни У вас есть Наковальни Молоточек есть Есть Стремечка Уздечка Уздечка У вас Пациент Не в ухе А между языком И нижним небом Правильный ответ Уздечки Так нет Ее же нет А наковальни Есть Уверена Дойдя до 50 тысяч рублей Все таки Александр Знаете Как здоровый человек Не особенно Заботился до сих пор О том Что это у него есть Ибо Как говорил Тургенев Здоровье Это как счастье Ежели его Не ощущаешь Значит оно есть Дай вам бог здоровья Еще на многие годы Плодотворной Творческой жизни Спасибо Прошу вас И передавайте поклон родителям Обязательно Всего доброго Спасибо Спасибо Чтобы принять участие в программе И выиграть 3 миллиона рублей Позвоните по этому телефону Если правильно ответите на вопросы Я жду вас в этой студии Чтобы сыграть в игру Кто хочет стать миллионером А теперь мы подводим итоги игры Со зрителями Правильный ответ на вопрос Где происходит действие Девятого выпуска Мультсериала Ну погоди А В телестудии В следующей программе Мы узнаем Имя счастливчика Который первым дал Правильный ответ И выиграл 10 тысяч рублей А победителя прошлой игры Вы видите на экране Спасибо за внимание До встречи На следующей неделе Спасибо 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 Спасибо